то скидывайте минус. Ну что ж, время 21.00, и мы с вами начинаем наше сегодняшнее занятие подготовительное, да, в принципе, достаточно философское занятие по поводу наших женских секретов, нашей женской нелогичности и современного мужчиноведения. Если кто-то ждет сегодня каких-то откровений от Иоанна Богослова, этого не будет. Итак, рада видеть всех, кого уже знаю, рада видеть тех, кого еще не знаю. Давайте мы с вами будем знакомиться. И для начала, перед тем, как мы уже перейдем к нашим раздумьям, потому что не такое думательное занятие, давайте так, я пару слов про себя, а вы кто, откуда и сколько лет, чтобы мне понимать, как с группой коммуницировать. Потому что если вам 18, сразу говорю, вы абсолютно не моя аудитория. Вам не ко мне, вам еще надо перебеситься. Ну что ж, поехали. Итак, кто я? Я Алена Самошина, я тренер, я психолог, я коуч, у меня все степени НЛП уже собраны. В общем, я практик. Не люблю я длинных, нудных теорий. Мне всегда было интересно, как это работает. Лет мне 39, пока еще вот в июле будет 40. Да, интересная цифра, плохо осознается. Ну да ладно. Я замужем, замужем последние 5 лет. До этого у меня был лет в 25 гражданский брак. И, собственно говоря, через год я от мужчины просто сбежала, потому что за год мы с ним даже ни разу не поругались. Представляете, какой ужас. Сбежала я тогда, когда он купил кольцо. То есть тогда, когда нужно было идти в ЗАГС, я от этой идиллии семейной сбежала с криками ужаса. И до сих пор помню, как я пряталась. Я тогда в больнице работала, я пряталась в кладовке, пряталась от этого мужчины, потому что я не знала, как ему объяснить, почему я ушла из отношений, в которых, собственно говоря, не было вообще никаких проблем. Поэтому сегодня, собственно говоря, у нас с вами как раз и разговор-то о том, что мы живем очень часто, не осознавая того, сколько хлама в нашей голове напихано, но этот хлам нами рулит. Ага. Да ладно, вратишься, 35, Ира. Не 35 тебе, тебе на самом деле максимум 30. Ну что ж, давайте гляну, чего и как. 26, 29, 34, 27. Новосибирску, привет. Киев. Москва, Калуга, 22. 22, ну, собственно, 22 нормально. Рановато еще, конечно, я бы еще погуляла, но бог с вами, хотите. Нижневартовск, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Не вместе, а не ясно как. Нормально, все хорошо. 29. Ну что ж, давайте мы с вами будем потихонечку начинать. И начнем мы с вами вот с чего. Значит, начнем мы с вами с легкой аналитики. Совсем легкой, да, маленький анализ. Вы пишете в чат, сколько счастливых и несчастливых женщин не замужем, пока свободных вы знаете. Давайте так, примерно сразу прикинули. Подруги, знакомые, друзья, коллеги по работе, родственники, счастливые, незамужние женщины и несчастливые. Ну, например, вы знаете, вы счастливый человек, у вас в вашем окружении 10 счастливых женщин и 2 только несчастливых женщин, которые парятся по поводу того, что они не замужем и одиноки. А, такой вот хороший вопрос. Я, конечно, не знаю таких счастливых людей, у которых вот такое окружение. Да, как правило, мы когда одиноки, мы несчастливы, мы не испытываем радости жизни, нам не хватает мужчины. Счастливых незамужних не знаю. Окей. 4 незамужних. Счастливые или вообще 4? Счастливых 0, несчастных 10. Окей. Понятно, не очень. 2 незамужние счастливые. Счастливых не знаю. Незамужим 2 и 7. Давайте посмотрим дальше. Ну, те, кто одна незамужняя с ребенком счастливые. С ребенком. Она с ребенком свои сексуальные эти самые удовлетворяет. Ну, не в смысле она с ребенком сексом занимается, а в смысле, что мы ребенком заменяем мужчину. И те, кто вырастили детей одни, очень хорошо могут понимать этот момент, когда, собственно, ну да, мама вместо того, чтобы заустраивать личную жизнь, воспитывает сына. Это неправильно. То есть сын психологически заменяет ей мужа. Или дочь психологически заменяет мужа. Это уж как пойдет. Давайте второй вопрос. Сколько счастливых женщин замужем вы знаете и несчастливых женщин замужем вы знаете? То есть вот по статистике понятно, что незамужние в большинстве случаев несчастные. А теперь давайте посмотрим, сколько же счастливых замужних женщин вы знаете и сколько несчастливых. Да, несчастливых очень много, а счастливых мало. Ну, 50 на 50 – это вы себе льстите. Опять, смотрите, я ведь написала, что знаете лично. Знаете – это значит, вы вхожи в дом, вы общаетесь не только по торжествам. И вы не то, что со стороны наблюдаете, да, вот когда они куда-то там в театр пошли, когда еще что-то там. То есть у вас всего одна замужняя женщина в вашем окружении, да? Я правильно понимаю, когда 1-0 – это значит одна замужняя женщина, которую я знаю. Все остальные женщины не замужем. Вот. То есть одно дело со стороны, да, когда они там вышли на какое-нибудь торжество и 2 часа сохраняют лицо. Это одно дело. А другое дело, когда вы приходите к подругам или к коллегам по работе, что там внутри семьи происходит, вы можете за этим наблюдать. Оля, у тебя всего их трое замужних. Вы имейте в виду, что это ведь еще и наши мамы, это еще и наши бабушки, если наши дедушки живы. Это наши тетки. Вы не только по подругам берите, вы берите по своей семье. То есть что-то у вас такие цифры, такое ощущение, что в вашем окружении там 3 семейные пары и все. А все остальные какие? То есть опять, смотрите, да, достаток это еще не значит, что счастье, да, замужем, но несчастливы, всех не упомнить. Всех не упомнить, это значит нет никого. Я жесткий тренер, и те, кто у меня на тренингах были, знают, что порой за вот этой своей жесткостью я скрываю то, что я очень переживаю за людей, когда я вижу, как мы просираем свое время. Мало того, я вам могу сказать, что я на самом деле сама очень хорошо прошлась по этим граблям, когда я на одного мужчину угробил 4 года неподходящего, который сразу озвучил, что он не готов жениться, а потом еще 8 лет на второго. То есть учимся мы на своих ошибках, несмотря на все там факультеты психологии и все остальное. До тех пор, пока мне не пришла в голову разумная мысль о том, что моя бабушка была права. К 28 годам я вдруг поняла, что моя бабушка была права. Без всего ее образования. Ну да ладно. Значит смотрите, вот чат, да, можете посчитать, можете посмотреть. Как правило, как правило, мы несчастливы в одиночестве, и мы несчастливы в семьях. О, в чем была права бабушка. Так я вам и рассказала, в чем была права моя бабушка. Бабушка была права в том, что в этой жизни только я выбираю, чем мне плакать или смеяться. Но уж если выбираю, я за это ответственность несу. Да, никто, ну понятно, в институте 12 замужних никто руку на счастливый брак не подняли. Да, тут, понимаете, в чем дело. Дело в том, что, а как же так получается? Если мы несчастны без мужчин, то, ну, логично предположить, что мы должны быть счастливы с мужчинами. Да, нет? Да подождите вы. Давайте пока про логику, да? Логично или нелогично? То есть, вот без мужчин нам плохо. Ну, логично было бы предположить, что нам с мужчинами будет хорошо. Но вот появляется мужчина, и вдруг мы понимаем, что мы с мужчиной несчастны. То есть, логично было бы предположить, что без мужчины мы были счастливы бы. Опять нифига, замкнутый круг получается. Да понятно все это, что счастье внутри нас. Ну, девочки, ну, конечно же, счастье внутри нас. Ну, конечно же, одиночество вдвоем. Ну, конечно же, это самое. Так ведь вопрос-то возникает вот в чем. А возможно ли вообще… Ага, да, и мужики еще неправильные. А возможно ли вообще счастье с мужчиной и счастье в одиночестве? Вообще у женщин возможно счастье? Как вы считаете? Нет, причем не гипотетическое какое-то счастье. А я реально видела счастливую женщину, вы это можете сказать, что я видела реально счастливую женщину, ну ты ладно, ты видела, а остальные, я видела, я знаю, что это бывает, ну, видели, то есть бывает, возможно, в красную книгу, ну, а что у нас в красную книгу заносить? Я смеюсь еще, знаете, над какой вещью, когда у меня приходят иногда на консультацию девчонки или просто разговариваем там по скайпу, бывает, ну вот смотри, вот мой бывший молодой человек, вот он рассказывает, как он влюбился, он, вот он там вывешивает фотографии своей новой пассии, вот он там вот туда, вот они сюда, вот он такой счастливый, вот он это самое, на что я всегда задаю вопрос. Вы, вот представьте, вы счастливы, у вас влюбленность, причем вы счастливы с этим человеком, вам есть чем заняться с собой, вы счастливы с этим человеком, вы полезете в соцсети, выкладываете фотографии, рассказываете всем, как вы счастливы. Кто из вас пойдет в соцсети? Ну-ка, подскажите мне. Ага, Катя пойдет. Ну вот, те, кто пойдут, я сразу говорю, работайте над собой, потому что вы счастливы, когда вам завидуют. Да какая молодежь вся в соцсети? Ладно, молодежь, а когда за 40? Вы счастливы только тогда, когда вам завидуют другие люди, и вы очень сильно зависите от мнения других людей. А раз вы от них зависите, то счастливы вы не будете никогда, потому что всегда найдется человек, который скажет, что да, у тебя мужик какой-то ватный, да вообще, ну ладно, в какой-то Египет вы поехали, вот если бы на Гаа он тебя повез, а то в Египет какой-то повез. Да фигня, что вы и в Египет сами съездить не можете, и молодой человек там поднапрягся, вы это уже не замечаете, вы получили одну каплю дегтя, которая испортила вам всю бочку с медом. Поэтому сразу первый, скажем так, первый секрет счастливых женщин, не надо придавать свое счастье публичной огласке. Мы не можем 24 часа в сутки пребывать в состоянии счастья. На самом деле, от каких зависимостей? А, так отработать над собой надо, от социальных зависимостей, как над собой надо работать? Так вот, на самом деле, если вы 24 часа в сутки пребываете в состоянии счастья непрерывного, то, скорее всего, либо вы влюблены, либо у вас хороший поставщик наркотиков. Потому что вы имейте в виду такую вещь, что развиваемся-то мы ведь не тогда, когда мы счастливы. Когда мы счастливы, нам ничего не надо, правильно? Мы летаем себе, порхаем, ну-ка вспомните вот это ваше состояние влюбленности, когда вы живете от встречи до встречи, да, вы летаете, порхаете, вы можете делать кучу дел, но при этом вы хоть одну книжку по психологии прочитали? Вы хоть чего-нибудь сделали для того, чтобы что-то у вас такое происходило для вашего развития, либо для результатов? Да нифига подобного. Мы наслаждаемся своим счастьем. Ага, и работать. Естественно, и работать не хочется, конечно же, не хочется. Да на самом деле, Надь, хотите, я вам по секрету скажу. Я бываю счастлива и тогда, когда работаю, и тогда, когда сплю, и тогда, когда ем. Если только я вовремя вспомню, что я счастлива. В общем, я могу сказать про себя, да, я не буду говорить за вас, но я могу сказать про себя. Как только я включу вот этот рубильник, что я счастлива, да, все нормально, я помню, что я счастлива, и я действительно вижу, почему я счастлива и как. Но этот рубильник имеет обыкновение потихонечку выключаться сам, его надо постоянно вот дернуть. Да, она и не будет читаться, естественно. А зачем постоянно? Опять же, постоянно нам состояние влюбленности не нужно. Состояние влюбленности нам нужно как толчок для дальнейшего развития. Но когда мы проходим зоны дискомфорта, вы поймите, что это на самом деле огромное счастье еще и проходить зону дискомфорта. Не, я, конечно, мазохистка, как и все женщины, да. Но давайте вспомним такую штуку. Вот вам все легко удавалось. Летали вы на крыльях любви, и у вас все получалось. Супер, здорово, да, ощущение приятное. А вот задачка. То есть у вас что-то не получается, а вы очень хотите это сделать. И вот вы делаете, вы нарабатываете опыт, вы нарабатываете знания, вы нарабатываете какие-то навыки. И вот оно у вас получилось. Ну, как в танцах, да. Вы учились, учились, вы год репетировали, репетировали. И вы вышли на сцену, вы набрались наглости, вы вышли на сцену на каком-нибудь там показательном концерте. И вы получили свои аплодисменты. Ну-ка скажите мне, где уровень счастья будет выше? Где будет выше уровень адреналина и драйва? Тогда, когда все получается на влюбленности, когда ничего не надо, поэтому и получается все. Либо тогда, когда вы вложились, вы прошли вот эту вот свою зону дискомфорта, страхи и все остальное. Вы это прошли, вы вложили усилия, вы получили результат. Естественно, во втором случае вы будете счастливее. Есть еще один момент. Смотрите, ведь на самом деле штука-то такая. Если бы мы, проходя эти трудности, помнили о том, что в этот момент мы развиваемся и мы тоже счастливы, то все было бы гораздо-гораздо проще в нашей жизни. Ну да ладно, идем дальше. А дальше у нас маленькое-маленькое размышление. Значит, вы мне можете не отвечать. Вы там можете себе на листочке подчеркать. Первое – это какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. Раз, два, три, пять, семь, десять. Второе – вопрос. А этот мужчина захочет ли видеть рядом с собой меня? Подхожу ли я ему? Почему я считаю, что я ему подхожу? Например, вы хотите видеть с собой рядом олигарха, который весь из себя успешный, деловой и все остальное. Но при этом вы не знаете, как себя занять. Вы хотите, чтобы ваш мужчина вас развлекал. То есть вы не понимаете сути жизни олигарха. Мало того, вы не умеете даже за собой ухаживать. То есть вы там делаете маникюр, педикюр дома, а выйти в парикмахерскую, у вас жаба душит, чтобы на себя потратить деньги и выглядеть достойно. Вы хотите рядом с собой видеть олигарха, но при этом вы совершенно не хотите понимать, что у него будут встречи. Вы абсолютно не хотите учитывать тот момент, что ваши истерики ему нафиг не нужны, он занят работать. То есть вопрос, почему, собственно говоря, этот мужчина, у которого в жизни и так все хорошо, должен рядом с собой хотеть видеть вас. Вы можете, конечно, предложить ему ваше тело, если вам там 18-20, максимум 25. До 25 уже старовато, если вы предлагаете тело. А все остальное, что же у вас есть такого в мозгах, что болигарх на вас клюнул? Вы подумайте, почему он должен захотеть. И есть еще. Если у вас есть четкое понимание, какой должен быть мужчина, то вы отвечаете, соответственно, на этот первый вопрос. Да, я знаю, какого мужчину я хочу видеть. Я хочу, чтобы он был там умный, ответственный, работящий, но при этом я совершенно не предъявляю ему требования, чтобы он был чувствительный, чтобы он перепады моего настроения ловил и так далее, и тому подобное. Дальше. Вы ответили на вопрос, да, этот мужчина захочет видеть рядом с собой меня, потому что я знаю свои сильные и слабые стороны, я знаю, чем я могу быть ему полезна. Вот такому мужчине творческому, допустим, ну или богатому, или еще какому-то. Вы же все хотите творческих богатых, вы же не понимаете, что для этого надо вообще-то соответствовать. Причем соответствовать не в ваших мозгах, как мы считаем, когда мы соответствуем этому творческому богатому и так далее, что мы должны быть суперидеальны, суперкрасивы, суперхорошей фигурой. Да им это нафиг не надо, они это снимают на час, на два, на ночь. Надо-то им совершенно другое. Вы же не разговаривали с ними, они у меня на консультациях бывают, и я прекрасно понимаю, что им надо. Но это совсем не то, во что вы вкладываетесь. Следующий, третий ответ, да, знаю ли я себя. Ну, три вопроса, да, наши любимые три вопроса. Ага, Оля, сиди и молчи, что им надо. Это есть тренд по замужеству. Следующие три вопроса. Знаю ли я себя. Вот это хороший вопрос. Если вы можете о себе рассказывать хотя бы 30 минут, содержательно по существу, о ваших интересах, о ваших ценностях, о ваших потребностях, о том, как вы проявляете эмоции и так далее, и 30 минут, всего на все 30 минут, то тогда вы можете сказать, да, я себя знаю. Но по существу. Знаю ли я мужчин? Если вы хотя бы 60 минут можете говорить о типах мужчин, об особенностях каждого типа и о подходах к каждому типу, тогда вы можете честно сказать, да, я знаю, что там, собственно говоря, с мужчинами. И знаю ли я, как строят отношения. А тест здесь как минимум два счастливых брака. Может быть, когда на тот момент, когда вы были в браке, вы не думали, что они счастливые, да, но прошло время, и вы поняли, что, оказывается, у вас было два счастливых брака, и вы благодарны этим мужчинам. И вы не то, что не обижаетесь, вы на самом деле искренне благодарны, что вы позвонили своему бывшему мужу, там первому, с которым вы 20 лет, вы обижались и не разговаривали, и сказали, слушай, спасибо тебе огромное за то, что ты был в моей жизни, потому что реально я сейчас такая, потому что ты был в моей жизни. И когда я жила с тобой, я была счастлива. Я была дура, я этого не понимала. Когда я жила с тобой, я была счастлива. Я сейчас тоже счастлива. Я не собираюсь возвращаться. Уже все давно прошло, да, но я была счастлива. Ну вот, собственно говоря, вот такое вот у вас маленькое размышление. Что получилось? Ну вот кто-то уже написал, что нифига не знаю. У кого что получилось? Кто у меня знает? Есть ли у меня знающие 50 человек в чате? Среди 50 человек есть ли у меня знающие, знающие себя, знающие мужчин, знающие, как строить отношения и имеющие успешный опыт в построении? Потому что, смотрите, я знаю, как строят бизнес, но у меня, извините, только третий бизнес-то вообще-то мой личный. Поэтому, ну, я знаю, как строят бизнес, на самом деле знаю. А вот когда я знаю, как строят бизнес, но у меня ни одного бизнеса своего вообще не было, то это нифига вы не знаете. это у вас теории какие-то джон грей ну не только джон грей жанночка джон грей это азбука совсем азбука в тренинге я практически джон грей ты не использую меня там его и и в общем то почти и нет так что здесь тебя знаю мужчин пожалуй не очень мужчины отношения затруднительно себя знаю и себя знаю мужчин нет и третий вопрос окей но да ладно данных начинать надо с чего-то было но я думаю что тебе даже грей тебе очень сильно облегчил отношения вот хорошо если вы думаете что вы себя знаете те кто думает что вы себя знаете очень-очень приглашаю вас на занятия в четверг когда мы будем определять стерва ли вы какая вы стерва и действительно вы ли вы знаете себя или вы только пребываете в иллюзии что вы себя знаете смотрите но для тех у кого да на все вопросы я сразу прощаюсь с вами говорю вам до свидания желаю вам счастья потому что я вам не расскажу ничего нового вы уверены что вы уже все знаете в этой жизни еще один момент который я не он не устаю повторять в этой жизни вы можете быть либо правы либо счастливы как только вы решили что вы все знаете вы стали правы счастье вам не видать я много работаю я много читаю вот уже один человек ушел поэтому него 5 да ну собственно говоря я помашем ручкой так вот в этой жизни я понимаю что я знаю много достаточно знаю но я не знаю всего и если вы зациклились на том что вы знаете все и про себя и про мужчин и про отношения или хотя бы только про себя вы перестали развиваться вы начали умирать потому что наша жизнь это мы живем до тех пор пока мы развиваемся либо мы развиваемся либо умираем я умирать собственно говоря пока от фут 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 не хочу ну что ж давайте поработаем поработаем головой мы сегодня работаем головой кстати сказать в этом тренинге которая будет в женских секретах каждое занятие я буду рассказывать какие-нибудь женские мужские или сказки отношений очень люблю я сказки я смотрю у меня здесь есть люди которые были на перепрограммирование там мы тоже немножко сказки затрагивали вот скажите вы у себя но во всяком случае мужчин то сегодня нет а вот мужчины мои перепрограммирование писали что слушай я не понимаю как это работает то есть мужчина действительно искренне понимает я в детстве читал эту там сказку про их теандры и я вдруг понимаю что у меня модель жизни их теандра то есть я живу по модели которую я в сказке взял тогда в детстве и ведь у меня события складывать на самом деле сказки это первое с чего мы в голову в нашу закладываем как надо себя вести поэтому вот как бы бонусом будет у нас такая сказка терапии на каждом занятии небольшая сказка терапии будет потому что сказки нам еще и помогают жить счастливо они только сейчас ну да ладно и так давайте так давайте мы быстренько на вскидку вы мне напишите какая она идеальная женщина детям читать можно все вопрос в том что вы с ними потом обсуждаете и что они поняли из этого давайте поговорим о том какая же она идеальная женщина как вы считаете идеальная женщина она какая особо психологически продвинутые можете задвинуть свою психологическую продвинутость и все-таки написать какая же для вас идеальная женщина в вашем представлении потому что я почти 20 лет занимаюсь психологией если вы думаете что у меня нет в голове образа идеальной женщины то вы глубоко ошибаетесь вот оксан я говорю особо психологически продвинутых я рекомендую очень сильно задвинуть вашу психологическую продвинуться потому что все мы прекрасно понимаем что нет идеальных людей но у каждой из нас в голове сидит идеал обаятельная ухоженная доброжелательная счастливая это это какая но какая вот счастливая заботливая чуткая женственная гармонию внутри любит себя своего мужчину а всех остальных убивает просто берет автомата убивает чтобы ее гармонию никто не нарушал все нормально есть у нас некий идеал женщины верная женственная муза естественно жизнерадостно и уравновешенная гармоничная кей-кей умная уверенная верная добрая с чувством юмора а теперь подумай как добрая и уверенная будет в жизни проявляться и то и другое качество в одной женщине та которую смогла найти умеющий направлять ответственное самодостаточное умеющий отдавать себя легкой интересной содержательной легкой и содержательной это два противоположных понятия ухоженная мудрая слушающаяся своего мужчин слушающиеся что ли своего мужчину любящие детей заботливые глаза светится улыбается ну явно шампусика выпила хочу я когда шампанского выпьют глаза светятся улыбаюсь и вообще вся такая бояшка на правда пью теперь редко совсем практически не хочу глаза светится улыбается это потому что ну что-то такое идеальное идеальное это идеальная а это все психологические игры не со мной все кто ходит все все что хочет успевает ага умеющий прощает трампом под одним словом василис премудрые прекрасны супер 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 верная жизнерадостная заботливая легкая теперь давайте подумаем о идеальный мужчина какой он вот ну есть же идеальная женщина значит есть идеальный мужчина он если это самое подумать василис премудрый василис прекрасная они с кем чужой да чужой муж самый идеальный муж ответственные заботливые мужественны причем ответственны в нашем понимании слова не мужском понимании слова с дураком рыцарем на белом коне вы не забывайте хорошо рыцарь супер это вот как раз наши сказки рыцарь то он вечер пришел ручку поцеловал и опять уехал надо в странстве с драконами бороться а вы же хотите чтобы он при вас сидел сильный заботливый красивый конечно да еще и верный над над верного забыла да то ведь он сильный заботливый красивый он же еще и гулять будет направо налево он будет ну кабель но сильно заботливый красивый но для всех так сильный умный внимательно жизнерадостный уверенный раздолбать такой уверенный в себе и жизнерадостный почесывающий живот и ну ладно умеющий ценить в женщине женщину ух ты как вы загнули я в себе женщину ценить не умею поэтому ты родной давай-ка напрягись и ну-ка оцени к вам не женщину это как он должен сделать у меня вопрос а как мужик должен раскорячиться вот этот идеальный мужик что он должен сделать для того чтобы вы поняли женщина я например если он будет хотеть меня 24 часа в сутки но наверное он ценит меня как женщину меня это очень сильно напряжет а когда мне собственно своими интересными делами заниматься если он я я даже не знаю я не знаю вот ли они а скажите мне скажите я тоже хочу знать я тоже хочу все узнать потому что я не представляю как надежный знающий от жизни чего хочет любящий свою женщину верный заботливая а чужую женщину не любящий роза пахнет для всех навоз тоже пахнет для всех и если вы думаете что он свою женщину любит а всех остальных ненавидит то это ну обломайтесь сильно заботливый ответственный конечно на заботливый умеющий отвечать за свои поступки любящий детей целеустремленный верный а она такая нормальная тетка на самом деле катя отписала мужчину нормальную женщину практически идеально которые есть в реальной жизни не находите заботливая умеющий отвечать за свои поступки любящие своих детей но вообще любящие детей целеустремленная верная вы не находите что это описание не мужчина женщина нежный ответственный умный уверенный незанудливый умный трудолюбивый ответственный успешный щедрый заботливый заботливый добросовестный ты ответственный надежный сильный духом руки растут из нужного места желающие развиваться зачем у него и так руки растут из нужного места а еще щедрый а ну ладно 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 чушь все его недостатки когда любишь идеально да ладно я вас умоляю дарить подарки помогать почти во всем особенно вот это почти во всем помогать путин нет да нет я вас умоляю давайте так владимир владимирович путин хороший мужик кто из вас хотел бы иметь мужа президента скиньте мне пожалуйста я спрашиваю кто хотел бы а никто не хотел чего у меня тут все не хочу хита ученые в общем да путин хороший вариант отлично анечка скажите пожалуйста мне мне не единогласно есть у нас кандидат в жены президента анчика скажите пожалуйста мне для вас хороший муж это муж какой если мы отходим от президента когда будет в отставке да кому он нужен то есть он что делает для вас или не для вас вообще как вот вот хороший муж это 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 чего вот вы мне ответьте а я пока пойду дальше если хотите конечно смотрите ну понятно что это путь к неврозу все наши идеалы идеальных людей не существует на самое главное самое главное здесь для нас работает библия не сотвори себе кумира если мы решаем что мужчина почти идеален или идеален или как кто-то написал что и недостатки становятся идеальными мы творим себе кумира понимаете о чем я нет мы перестаем воспринимать его как человека мы начинаем воспринимать его как бога что остается сделать господу богу убрать от нас этого мужчины или разбить наши иллюзии очень болезненно потому что не надо нарушать заповедь про не сотвори себе кумира если брать мусульманскую традицию то там мужчины на самом деле там муж ведет свою семью к богу но если у меня есть кто в мусульманской традиции по моему я не перевираю то есть там муж ответственен за скажем так за то чтобы его семья пришла к богу он ведет к богу но он не бог а уже в библии так и вообще но у нас во всяком случае на мужчину такого не навешивает христианство это свобода равенства братства сейчас во всяком случае да из женщины спрос гараж гораздо строже чем с мужчины они надо циклиться не на недостатках не на достоинствах не сотвори себе кумира это не значит что я зациклилась на недостатках мы максималисты а с чего а с чего вдруг ты должна мириться мы максималисты бог нас создал на самом деле всех максимально функциональными и нам дают максимально подходящего мужчину вы можете циклиться на недостатках или циклиться на достоинствах но слово циклиться уже ведет к несчастью так ален скажите мне пожалуйста если я вдруг задержусь минут на 5-7 ничего страшного не случится потому что я могу в час не уложиться разговор такой пошел ведь народ работает дело в том что а с вашим какими качествами должен мужчина мириться мужчина в этом плане мудрее они женщину принимаются открытыми глазами как правило если конечно там нормально с мужской энергией если там а под влиянием мамы женская энергия роли то тогда те же самые проблемы что и у женщин на на самом деле иллюзия да иллюзии которыми нас напихали в которые мы верим вы знаете как грустно видеть женщину 40 50 60 лет как у которой представление в голове о себе на уровне 15-летней девочки которая должна честь блюсти господи боже мой сейчас секундочку так вот здесь то ведь вопрос в том что с какого с какого перепугу вы должны мириться с чем-то человек должен мириться с вами понимаете слово мириться само по себе уже ставит нас в позицию жертвы и зависимости то есть уже сделает нас несчастными когда вы заводите кошку вы думаете о том что вам придется мириться или вы принимаете не хочу лошадью а чего это не хочу лошадью то а вообще не вы мужские книжки читали того же самого там некрасова доктор торсунова послушайте я не говорю что ведическое это самое плохо сама пользуюсь но просто нужно понимать что пользоваться вообще-то использовать надо с умом вам рассказывают что женщина сладкая пушистая покладистая удобная но она действительно лошадь и швеция жнец она дуде и греции готовит и стирает и варит и мужа ублажает и детей воспитывает да и никто не думает о том что вообще-то это разные функции и женщины разные да но мы же хотим чтобы нас принимали такими как есть совершенно верно и мужчин да их просто надо любить всех мужчин не только своего мужчину и любить от не значит с ними спать это про другое да дальше когда нам рассказывают что мы должны родители служатся школу закончить института мальчики десятое дело но у меня во всяком случае такое было больше того когда нас в школе учат чему математики химии и физики и мало того нам даже в школе не рассказывают на уроках психологии и анатомии что ну если всех не получится некоторые просто просто бесит тогда вы не сможете любить ни одного мужчину потому что у вас нет принятия знаете как кто любит цветы скажите мне пожалуйста цветы кто-то любит у меня вон я посчитала 50 горшков с цветами муж в ужасе говорит удаст только сорняков так вот вы нормально все любите цветы кто-то любит животных ну-ка скажите мне а есть у вас те кто любит цветы есть ли у вас цветы которые вас бесят у нас есть цветы которые вас в бесят какие например цветы которые бесят просто есть цветы которые вы не пускаете в свое пространство вы их не покупаете сорняки от не цветы вообще-то ну на всякий случай а вы их понимаете они есть они имеют право на существование но бесит это слишком сильно сказано я пройду мимо я не буду их высаживать да но я что-то там и вот не люблю кактус последнее время были у меня кактус одно время я очень любил их разводить а потом я перестала любить как потому что понимаю что это убийство семейной жизни вообще убийство личной жизни до бесит запах лилии а вы в них так и лезете в эти лилии то есть если вас раздражает запах лилии это не значит что вы скажем так лезть до чтобы побеситься вы просто их обходит страной скорее всего и бесит слишком сильно сказано если вас действительно бесит запах лилии работайте над собой потому что вы мало того что не можете при я уж по какое там мужское принятие да вы вообще не можете принимать эту жизнь скорее всего я подозреваю если действительно я могу быть не права ларис не обижайтесь на меня но если действительно вас бесит запах лилии то скорее всего у вас проблема с желудком потому что вы не перевариваете этот мир вот и все но я могу быть не права ну понятно вдруг аллергия раздражают может быть не нравится это же не раздражает мне не нравятся мне например не нравится чем мне не нравится из цветов я даже не знаю чем но дуванчики их плохо убирать но они не бесят и не раздражают просто я понимаю что дуванчики растут они мешают майкл вот и все раздражаться так вот а что мы а мы талантливые мы на самом деле очень талантливые женщина все все женщины это талантливейшие существа мы сами себя можем сделать несчастными течение пяти минут просто подумав как просто подумав как нам плохо 1 или как нас недооценивает наш мужчина или как до тополь тоже цветок я спросила кто любит цветы вот здесь уже тополь цветок у нас все супер да не цветок но раздражает конечно в этом мире так много всего раздражающего вообще этот мир такой несовершенный почему мы пришли на эту землю где все так несовершенно а еще вот вы прям к зеркалу после вебинара подойдите и скажите глядя себе в глаза бог подвинься ты сделал все в этом мире не так да я понимаю ты сделал такой несовершенный мир я-то знаю как лучше вот я бы его сделала идеальным но увы я не вот мы на самом деле в этом плане талантливые молд мало того талантливых что ничего не происходит казалось бы внешне все в порядке но мы находим повода чтобы глазки были на мокром месте и чтобы мы были несчастны а больше того в женской природе на самом деле здесь вот доктор торсунов он тоже говорит о том что это в женской природе быстро очаровываться но также быстро разочаровываться и вы можете вспомнить по подростковому возрасту когда вы ах какой мальчик ну и до счета как-то не соответствует прекрасному принцу у нас перепады эмоций и это обусловлено гормонами это нормально мы нелогично и иррационально и причем очень часто мы нелогично и рационально я смеюсь когда муж говорит про женскую логику игры понимаешь вот есть классическая логика есть женская логика а про мужской логика вообще никто ничего не слышал так что у мужчин логики совсем никакой нет мы знаем как делать и рационально мы знаем как делать но делаем все наоборот получаем фиговый результат сами же расстраиваемся у нас на самом деле отличная интуиция но мы ее не слушаем мы быстро привязываемся к людям и когда считаем что человек нам хорошо относится человек к нам добр вот мы так решили ничего на самом деле происходит в реальности да мы так решили мы сами решили мы очень хотим чтобы нас защищали оберегали кто хочет чтобы у вас защищали оберегали плюсик скиньте есть и такие женщины теперь скажите пожалуйста те кто хочет чтобы вас защищали оберегали а кто на вас нападает отчего вы хотите конкретно чтобы вас защищали оберегали кто на вас нападает то кто на вас нападает то куда должен мужчина пойти и побить морду от бедности научитесь коммуницировать с деньгами нет не в смысле заботиться защищать жизненные невзгоды от каких конкретно жизненных невзгод тебя надо защитить самих от себя от хамства и от соседа бедняжки да что же вы с собой сделали до какой же степени надо черноты в себя набрать чтобы на хамство нарываться ну да а вдруг нападут а самое главное что всю жизнь не нападают посмотрите сосед себе грубил а ты ему с милой улыбкой сказала нашему счастью ничто не помешает и пошла дальше и пусть он с отвисшей челюстью стоит и и думает это ты вообще о чем 12 часового рабочего дня конечно он на вас напал а вы рады стараться а мужчина должен защитить повысить квалификацию ли будете на другое место работали будете другую страну где вы будете работать 36 часов в месяц и получать деньги гораздо больше чем вы получаете в 12-часовой рабочий день не можете извините это ваша проблема понимаете в чем дело наша проблема в чем мы не считаем себя цельными мы все считаем себя какими-то недоделанными половинками на самом деле знаете а никому не хочется жить с полуфабрикатом вы хотите нормальных мужиков но нормальные мужики не живут с полуфабрикатами которые не умеют решать свои проблемы он сосед нагрубил с твоей-то внешностью от грубости соседа я тебя умоляю а то ты не знаешь что с этим делать не огрызаясь да вообще с любой внешностью тут вопрос-то не во внешности тут вопрос не в возрасте тут вопрос в том что либо вы на грубость вы будете пытаться сыграть с ним по его правилам по мужским ну да чего ну да чего ален ален я уже 40 лет ален вот либо вы включите женщину похлопаете глазами и скажете рекомендуют в ведических практиках да вы действительно меня хотели обидеть когда ты чувствуешь поддержку ты становишься увереннее я согласна только увереннее в чем ну да ладно прямой вопрос да похлопала глазами подняла глаза и сказала вы действительно хотели меня обидеть я не видела ни одного мужика который сказал да действительно хотел слушайте когда ты чувствуешь поддержку ты лучше ходишь в туалет когда ты чувствуешь поддержку тебе проще дышать когда ты чувствуешь поддержку твое сердце работает с меньшей частотой когда ты чувствуешь поддержку у тебя выравнивается артериальное давление вы свои процессы то как-то сами регулируете в том числе и уверенность в себе и самооценку ну не должен мужчина за это отвечать почему он должен почему мужчина должен отвечать за ваши внутренние процессы, почему мужчина должен отвечать за ваши эмоции, гормоны, и вашу несбалансированность, и раздолбанность, и раздрайк. Если у вас нет приема в самопомощи, мужчина ни один не должен вытирать вашу задницу. Вы хотите, чтобы вы сходили, обгадились, а потом пришел мужчина и облизал вас. Так научитесь же, это моя позиция. Можете не соглашаться. Есть куча тренеров, которые скажут, что женщина должна быть сладкая, мягкая, пушистая. Тогда всегда найдутся мужчины, которые ей вытерут задницу, и правда найдутся. И вы знаете, у меня есть один знакомый тренер, дама. Ей за 40, хорошо, за 40, уже к 50. И замужем она сейчас четвертый раз замужем за мужчиной, который ее моложе лет, наверное, на 9. Так вот, верите, нет. Я, когда этого мужчину увидела, я для себя поняла совершенно четко, что, во-первых, я столько не выпью, во-вторых, я с такими мужчинами в жизни никогда не общалась. Поэтому вопрос-то не в том, что не найдется мужчина, который удовлетворит ваши, ну, скажем так, ваши тараканы непроработанные, а вопрос в том, что вы готовы за это заплатить, за удовлетворение ваших тараканов. А второе, что вряд ли вы мужчину такого качества будете рассматривать. И я здесь для примера могу вам вот чего сказать. А вы закройте глаза на секундочку и вспомните, ведь были мужчины, которые хотели быть с вами… Нет, каждая тварь по паре не та самая. Были мужчины, которые хотели быть с вами, да, но которых вы сочли недостойными для себя. И просто-напросто вы не захотели иметь ничего общего. Мы существа слабые и хотим не только… А кто сказал, что мы существа слабые? Вы историю… Кто из вас учил историю? Кто из вас вообще читал исторические книжки? Есть у меня такие? Ну, скиньте мне два плюса, что я читала исторические книги, я хоть чуть-чуть знаю историю. А вот теперь те, кто хоть чуть-чуть знает историю, ну, реальную историю, не исторический вымысел, а реальные исторические факты. Ну-ка скажите, где там и когда женщины были слабые? Напишите мне хоть про одну женщину. Вспомните про Екатерину Великую, которая не 12 часов в сутки работала, а 18. Где это вы в истории видели слабую женщину? Слабая женщина – это миф. Еще про традиции. Нам ведь рассказывают, ну, или мы думаем, или мы видим, что вот мы видим, что… Вообще есть два типа мужчин. Либо суперидеал во всех отношениях, когда девочка видит папу и считает, что он суперидеал. Во всех отношениях. Она не критично к нему относится, замуж ей будет выходить очень тяжело, и отношения будут строиться очень тяжело, потому что папа не идеален, но она этого не видит. Либо рассказывают, что мужчина должен быть идеален во всех отношениях, причем там мамы и тетушки не замужем, и все рассказывают девочке про какого-то идеального мужчины. Кто знаком с этим? Плюс кидается, а я пока на руководящих ролях мужчина, да потому что женщина умнее, и не лезут туда, зная, что там по башке набьют. Женщина очень хорошо работает с серым кардиналом, ее это устраивает. Либо рассказы, да, и уже не в большинстве, это тоже правда. Либо идут рассказы о том, что мужчина – это супергеморрой во всех отношениях, ну, либо вы видите. Это во всяком случае было вот так в моей семье, да, когда там бабушка рассказывала, что дед после войны пришел, гулял. Ну, понятно, дед-водитель пришел после войны на машине. Естественно, куча-куча женщин свободных. Конечно, он гулял, но он никуда от бабушки не уходил и детей помогал ей расти, да. Либо там мужчины пьют, либо мужчины гуляют, либо мужчины еще чего-то. В общем, либо идеал, либо геморрой. Среднего нет. Да, женщина с мечом, а женщина с серпом тоже символ слабости. А зачем выйти-то хочется? Мы действительно сильные. А для того, чтобы дождаться поддержки от мужчины, для этого не надо быть слабой, для этого нужно четко озвучить в правильной форме и правильным тоном, что нужно. И тогда мужчина даст поддержку, потому что ни один мужчина, понимаете, они классные мужики. Они дальше своего носа не видят. Они мужики на самом деле очень классные. Он может быть где-то и знает, что все женщины сильные, но на подкорке у него совершенно четко забито, что женщина – это слабое существо, бестолковое блондинко, как говорит мой муж. Бестолковое блондинко. Главное не забывать иногда сознательно эту идею подтверждать, и тогда вы можете быть сколь угодно сильны, ваш мужчина все равно будет воспринимать, что вы слабое беззащитное существо, от которого нет спасения. Да ладно, хрень это все, королева, хозяйка, любовница, девочка, чередовать по мере необходимости. Супер, конечно. Да, молодцы. Настюш, но только если ты такой идеал, где тебе мужика-то найти, который это все оценит? Ты представляешь, в каком горе ты будешь пребывать неоцененная, вот если ты это умеешь. Если ты что-то не умеешь, то там хоть как-то уравновешивается. А вот когда мы все умеем, мы чередуем, мы это самое, мужика либо нет, либо он вообще не понимает, он не въезжает, он это не ценит. Это может женщина оценить, живите с женщиной. А мужчина это не может оценить. Ему все хорошо. Да, дорогой, почему ты не говоришь мне, что ты меня любишь? Но я же тебе сказала об этом 20 лет назад. Да, он выдает выход и решение проблемы, естественно. Это правда. Поэтому, да нормально, я вам еще и про 8 богинь скажу греческих. Мне же не жалко. Это же наши игры. Вы понимаете, что королева, хозяйка, любовница, девочка – это наши игры. А давайте подумаем про мужчин. Да, у них есть идеал, вроде бы как, их идеал в голове женщины, про то, что женщина должна быть кем-то, королевой в гостиной, шлюхой в постели и хозяйкой на кухне. А теперь подумайте, что нормальный, адекватный мужик прекрасно понимает, что шлюха-то в постели, она ведь не только с ним. И что для того, чтобы наработать сексуальный опыт, сколько мужчин она пропустила через себя, ну, собственно, сколько она получила этого сексуального опыта с другими мужчинами. И, ну-ка, скажите мне, кто из вас видел, чтобы нормальный, адекватный, состоявшийся мужчина женился на непорядочной женщине и был с ней счастлив? Я не беру психопатологию. Я беру нормального мужика. У них есть комплекс Мадонны и шлюхи. Их главный комплекс, как правило. И, да, они любят женщин легкого поведения, но женятся они на совсем других. Ну, опять, это мое видение. На самом деле, мы действительно пытаемся... Урины – это геморрой, это работают наши сказки. Я не буду. Сегодня будут только мозги. Так что можешь гулять. Сегодня визуализации не будет. А что вам визуализировать, если вам бы для начала хотя бы разобраться, что и как? Так вот, мы на самом деле пытаемся улучшить мужчину, причем пытаемся сделать это, как правило, либо высказывая недовольство, ругаясь, ворча, обижаемся, плачем. Что еще делаем? Как мы еще пытаемся улучшить мужчину или ситуацию? Какими способами? Какие ваши привычные способы? Да, вот, ноэ. Какие ваши привычные способы улучшить ситуацию? Ну, или улучшить мужчину? Пилим. Дай вам на жалость. Ну, или забиваем. Сами делаем истерику, советуем, угрожаем, язвим. Окей, а теперь скажите, ну и как результат вас устраивает от того, что вы делаете? Мужчина меняется, ситуация меняется. Ситуация не меняется, результат вас не устраивает, и вы продолжаете с маниакальным упорством делать то же самое в надежде, что ситуация изменится, так? Ты сама такая, чего? Ну, на время иногда, да, потом еще хуже. Иногда на время может измениться, иногда, если мужик ошалял. Как это? Мы тут, опять же, я с мужем разговаривал, говорю, вот смотри, я не могу молчать долго. Если я обиделась, замолчала, есть женщины, которые могут молчать неделями. Есть женщины, я не из них. Я выскажу все, что мне не нравится, все, что не по мне. Темперамент другой, да? Он говорит, ну и что, первые два дня чувствуешь? А у него первая жена, такая, как была, она могла молчать неделями. Говорит, ну первые два дня чувствуешь себя неловко в самое первое ее, вот первое-второе ее замолкание. А потом, господи, такое счастье, молчит и молчит, дуется и дуется. Твои что ли проблемы? Я не отвечаю за ее эмоциональное состояние. И это правда. Мужчина не отвечает за ваше эмоциональное состояние. Но правда и другое. Вы ведь тоже за его эмоциональное состояние не отвечаете. А мы очень часто пытаемся взять ответственность еще и за его эмоциональное состояние. И из-за этого у нас ухудшается отношение, потому что он не понимает, почему мы пытаемся взять то, что нам не принадлежит. Есть еще такое, да, ну вот мы здесь уже сделали вывод, что действия не приводят к желаемому результату нашей и могут привести к прямо противоположному. Итак, почему мы несчастны? Сейчас я еще буквально там 10 минут поболтаю с вами и мы разойдемся до четверга, когда мы будем определять стервы ли мы и какие мы стервы. Почему же мы несчастны? Сказки. Помните сказки? Да, я тут обобщила немножко, но не написала свою любимую. Я не знаю. Да, когда нам хочется, мы не несчастны. Я не знаю, вот у кого как, да, но моя любимая сказка из детства это аленький цветочек, когда девушка полюбила чудовище, это чудовище превратилось в прекрасного принца. Все помнят, да, вот у кого еще эта сказка была любимая, ну-ка вспомните. Ну вот у того, у кого была любимая, я уж не знаю, как у вас жизнь складывалась, а у меня жизнь складывалась следующим образом, я ее так складывала совершенно неосознанно, что я выбирала мужчин, которые, ну, абсолютно никак не соответствовали тому, чего я хотела в реальности и начинала их любить со всей своей силой, дурью и страстью, да, вот, и, соответственно, я ждала, что в прекрасного принца превратиться, а не превращалась. На последнего прекрасного принца я потратила 8 лет, я уже говорила, да, ну, наконец научилась, что сказка «Аленький цветочек» не имеет отношения к реальности. Сказка-морозка это если вы напряжетесь, если вы поработаете, если вы будете милой и ласковой, то будет вам счастье. Ну, как у тебя в жизни, ты милая и ласковая, тебе счастье, смотрите, есть несколько моментов. Первое, принцесса спала, ну, или как золушка, принцесса была несчастная, принц пришел и разбудил, либо спас, там, во дворец увез, сделала счастливой, то есть ждем, правильно? Правильно, ждем. Второе, принцесса попала в беду, пришел принц и спас. Влипаем в беду, никто не приходит, не спасает. Да золушка трудяга, естественно, никто не приходит, не спасает, мы обижаемся, обижаемся на мужчин, обижаемся на эту жизнь несправедливую, потому что в сказках-то ведь всегда кто-то приходит и спасает, а мы влипли и не спасли. Кто, кто эту сказку прошел, кто на своей шкуре прочувствовал и уже обиделся и на мужчин, и на судьбу? Да не бойтесь, напишите. Есть еще. Королевич попал в беду, а девушка спасла. То есть здесь мы ведь лезем и спасаем. И это очень популярная в нашей стране сказка. Ну, сказки не вранье, мы просто не то в них видим. Скажите, те, кто любит золушку, вы видели в этой сказке, что золушка вообще-то должна была уметь танцевать, легко общаться с сильными мира сего. То есть у нее было очень такое серьезное воспитание и образование. Ведь попав в королевский дворец, она смогла показать себя. Фея дала ей только шанс. А дальше золушка показала все те знания и умения и навыки, которые она нарабатывала сама собой, потому что так-то она домашнее хозяйство вела. А в королевском дворце она ни разу не гладить и не камины чистить стала. Откуда что берется, то есть это работа над собой, это вообще-то золушка неплохая сказка. Золушка – это сказка о том, что когда приходит твой шанс, не бойся показать себя. А кто из вас в таком аспекте золушка читал? Ведь совершенно четко в золушке основная идея, когда пришел твой шанс, показывай себя во всем блеске. Не сиди в углу, не будь скромной, застенчивой, во всем блеске показывай. Кто-нибудь читал в таком аспекте, кто-нибудь так живет? Конечно, в памяти отложилось только трудолюбие. И только то, что она была несчастной и все терпела. Она была добрая и все терпела. Ну и, наконец, последнее, это то, как правило, не за это любят, а за то, что она себя вовремя, в нужном месте, нужным людям показала во всем своем блеске. Ну, это вот про то, что принцесса спала, принц пришел, разбудил. Еще есть Иван Дурак, которому жить надо, а царь злобный говорит, что голову срубит, не достанешь еды, голову отрублю, и тут появляется... Причем, смотрите, как правило, когда принцессы влипают, то приходят принцы. А вот королевичам и дуракам, там ведь не про принцессы, там просто девушка, которая спасает. Так как мы, мало кто из нас принцессы вообще-то по рождению, и мало кто из нас считает, что мы принцессы, ну, как мало, 50 на 50, наверное, да, то, в общем-то, это самое. Получается, что мы думаем за двоих и лезем и спасаем, и коня на скаку останавливаем, потому что иначе мужчина наш погибнет, мужик погибнет, да. Но подробнее о сказках мы будем на тренинге смотреть и женские сказки, и мужские сказки, и сказки про отношения, и как они на нас влияют. Есть еще мифы. Первый миф основной. Счастливой можно быть только с мужчиной, ну, конечно, любимым, да. И действительно была песенка такая, женское счастье был бы милый рядом, а потом ее кто-то, по-моему, в КВА не переделали, женское счастье муж в командировке. Когда мы не замужем, у нас действительно женское счастье был бы милый рядом, а когда замужем, у нас женское счастье совершенно другое становится, особенно когда мы прожили несколько лет в браке, да. И здесь, ну, что про него говорить, мы с вами про него уже поговорили. И вы сами мне написали, что, как правило, счастье-то как раз не очень-то зависит от того, что происходит в реальной жизни. Второй миф, самый поганый. Самый поганый миф это про мужчин мало. Дело в том, что, оказывается, у нас мужчина вид-то исчезающий, да. И у нас цивилизация-то вообще уже скоро женская совсем будет. И приводится статистика в авторитетных этих самых источниках, что женщин больше, чем мужчин. Но забывают, что эта статистика верна только для возраста старше 55 лет. И только для России. Действительно, российские мужчины обычно умирают раньше женщин, потому что больше вкалывают, больше пьют, больше не позволяют себе проявлять эмоции. Но ведь, понимаете, в чем засада этого мифа? Самая поганая в этом мифе такая вещь, что мужчин мало, соответственно, хороших еще меньше. А под словом «хороший», как правило, понимают богатых и знаменитых. Еще говорят, что хорошие все женатые. Дальше идет установка, что в таком возрасте 30, 40, 45, замуж уже не выйдешь. Знакомы, нет? Плюсики-то скидывайте, если откликается, да. Потому что стоящие мужчины выбирают тех, кто гораздо моложе. Но из этого следует следующее. Хорошо, мужчины, которые выбирают, да, там женщин мало, туда вообще надо замуж выходить, там мужики тоже вполне хорошие. Но мужчины, которые выбирают девушек помоложе, для чего они это делают? Для того, чтобы взять энергетическую подпитку, для того, чтобы поднять статус и самооценку, сказать, что у меня молодая баба, да. И вопрос-то, интересны ли вам такие мужчины? Но если действительно интересно, то имейте в виду, что дальше сначала вы будете его охотиться ловить, потом вы будете его удерживать всяческими способами, но потом вы все равно постареете и выйдете в тираж, и ваше тело поменяют на молоденькое. Если вы за таким мужиком гонялись, вы его удерживали всячески, вы раскрывали в себе любовницу, вы 101 способ орального секса, и 300 способов доставления удовольствия для мужчины, вы изучили и отработали на фалоимитаторе, и показываете ему класс в постели, вы всерьез думаете, что все равно придет время, когда вас поменяют на более молоденькое. Дальше засада следующая. Опять же, у нас мозг устроен так, что мы логические цепочки очень интересно составляем. Дальше мы смиряемся и говорим, ну, хоть плохонький, но свой. Катя, где ты? В общем, да, вы знаете про то, что хоть плохонький, но свой. Да, кстати, Ань, к тебе это тоже относится. Это плохо заканчивается. Это мысли вирусы. И на них, на эти мысли вирусы, цепляются женщины, которые не любят себя. Имейте в виду, если вы в голову допустили мужчин мало, и то вы считаете себя явно недостойной. Я вам могу сказать, я замужем, у меня есть муж, у меня в 40 лет мужчин гораздо больше, чем было в 35. Просто потому, что я себя любить стала намного больше, и вдруг, откуда ни возьмись, появились хорошие мужчины в окружении. Да, мне не 18, не 20, не 25. Но когда мы начинаем себя любить, ценить и знать про себя, понимать про себя, что я, кто я и как я, то оказывается, что хороших мужчин очень много. И мало того, хорошие, свободные мужчины есть. Следующий миф, это третий. Это миф феминисток, что мужчина для счастья вообще противопоказан. Но есть еще моя любимая подруга, которая говорит, что без мужчины человек, и что мужчина друг человека. По поводу молодые липнут, молодые-то липнут. Ведь вы всерьез думаете, что молодые такие идиоты. Есть куча молодых девочек, которые готовы с ними завязать отношения, но почему-то они липнут, на самом деле липнут к женщинам, которые старше, которые им интереснее. И в 48 любят больше, чем в 40. И здесь для женщины возраст, он играет значение только для вашей головы. Дальше. Женщина-существо для дома. Это четвертый миф. Миф убийственный. Потому что я, например, существо социальное. И я как-то попыталась по этому мифу пожить, что женщина-существо для дома. Трандец. Я чуть не прошу прощения, не сдохла. И женщина-существо для дома – это как раз миф про то, что счастливы мы только на кухне, среди кастрюлек, рожая, воспитывая множество детей. Желательно не менее пяти. Кто у меня там говорил, что вот там мягкое, пушистое, а лошадью быть не хочу. Действительно, в патриархальных семьях требования такие, что и дом надо содержать в порядке, и обед надо готовить, и за детьми ухаживать. И в общем совмещать функции мамки, няньки, уборщицы, кухарки, воспитательницы, еще и любовницы. Это долг женщины и жизненная задача. Я на это всегда говорю, что это пишут мужчины, которые ненавидят женщин. Такие вещи закладывают вам в голову мужчины, которые ненавидят женщин и самоутверждаются за ваш счет. Они хотят вам сделать покорной рабыней, потому что, понимаете прекрасно, что я, конечно, не знаю, кто-то счастлив в семье. Моя мама была очень счастлива, когда перестала работать. Она, собственно говоря, долго, наверное, лет 15 не работала и занималась домом и хозяйством. Так вот, я не видела вылизанные дома, понаприготовленные обеды. Ну, собственно говоря, она просто жила и была счастлива в доме. Ну, могла что-то приготовить. Ну, естественно, там раз в неделю могла убраться. Что-то еще. Но если вы восприняли, что раз вы сидите дома, значит, вы обязаны просто это все держать в идеальном порядке, то вы как раз вот тот самый путь к неврозу. Вот в вашей картинке идеальная женщина. Это вот про это. Причем, смотрите, этот миф появился тогда, когда мужчина был добытчиком. Но сейчас-то очень часто получается так, что мы зарабатываем больше, чем мужчина, а при этом все хозяйство вы так и оставили на себе. У вас же выбор есть. Вы можете взять людей, которые вам будут помогать, либо вы можете поделить это на самом деле с мужчиной. Потому что, если вы зарабатываете больше, чем мужчина, скорее всего, я могу подозревать, что у вашего мужчины женская энергия примерно столько же, сколько и у вас, а то еще и больше. Пятый миф тоже очень грустный. Мы его на магии сексуальности разбираем по поводу того, что сексуальное удовольствие для счастья не слишком-то и нужно. Грустный миф, и работает с ним на магии сексуальности, ну, как правило, вот на магии, четвертый и пятый миф прорабатываются достаточно хорошо. Это мифы, а есть еще социальные вирусы, вирусы нет, вообще засада. Это засада до такой степени, что здесь как не повернись, ты все равно должна быть несчастность. Смотрите, такой насаженный нам миф, что не родись красивой, знаете все, не родись красивой, а родись счастливой. Это с одной стороны нам говорят. А с другой стороны нам говорят, что красота спасет мир, что красивые женщины все дороги открыты. И мы искренне считаем, что, зная поговорку не родись красивой, родись счастливой, очень часто мы искренне считаем что красота очень облегчает и помогает в жизни и мы сожалеем что у нас там нет этой красоты либо у кого она есть понимаю что в общем наша красота еще и порой нас делает очень несчастными я видел очень красивых женщины вижу до сих пор на тренингах да очень красивых женщин которые жалуются что мужчины не видят дальше их тела их внешности и им обидно потому что вроде вроде как не совсем дура да а никого не интересует кроме внешней оболочки с другой стороны если ты некрасивая тут и несчастливая да если ты красивая тут и опять несчастливая вот он социальный вирус несчастье куда бедным крестьяне нападаться сексом это опять это это отдельная песня смотрите в нашем обществе принято принято так если у вас нет секса вы нормального нормальная молодая женщина до 65 лет а у вас нет секса нет любовница любовника то с вами точно что-то не в порядке да вы некачественная вы бракованная если же у вас есть секс и причем вы не в браке при этом да то вы сами знаете кто вы уж не буду я употреблять еще это слово и наконец тот социальный вирус который мы очень здорово разобрали это про то что одиночество плохо и замуж тяжело и так плохо и так плохо ну и что и получается что красивая ты или некрасивая если ты некрасивая ты несчастная если красивая ты несчастная если ты некрасивая тебе говорят ой бедная несчастная кто же тебя замуж-то возьмет да если красивая то тебе говорят что да какой же мужик рискнет на тебе на такой красотке жениться или как говорил один мой знакомый красивая жена мне не жена она жена всему обществу, нафига мне это надо, да? Да, мужикам абсолютно не интересно, что она, это правда, да. Дальше, если у вас есть секс, и вы сексуальная женщина, и вам доставляют это удовольствие, то вас осудят все. Если у вас секса нет, то вам будут сочувствовать и говорить, бедная ты несчастная, но хоть любовника заведи. Если вы одиноки, то вам будут сочувствовать, что ой, да, как же тебе без мужа-то плохо? Или как мне моя тетушка, одна из моих тетушек, буквально прямо, ее аж беднягу трясло, мне тогда было 33, а ее вот разговор, да ты не знаешь, что такое жить с мужем-алкоголиком, это был такой эмоциональный выплеск. Я говорю, подожди, подожди, мне 33, я не замужем, да я не знаю, что такое жить с мужем-алкоголиком, но ты зачем жила 30 лет с мужем-алкоголиком, имея возможность развестись и уйти, ты всегда хорошо зарабатывала, ты, собственно говоря, всегда была самостоятельной, что теперь-то ты вот так вот мне, ну, меня это попрекаешь, да, с другой стороны, замуж это плохо и тяжело, но это вот, почему я так поздно замуж вышла официально, потому что, я говорю, у меня дикий страх у моей мамы был, что замужем меня обидят, то есть замужем там еще и обижают, и унижают, и вообще ты перестаешь быть человеком и женщиной. Эти социальные вирусы, они двойственны, да, у нас мир-то дуален, да, и вот эта вот двойственность, она, конечно, насаживается нам по полной программе. Ну, что ж, мы с вами подходим к закруглению, да, есть еще, кроме этого, еще есть фильмы и книги, и если вы подумаете, то там, ну, всю книгу или весь фильм, там герой или идеал, это если два с половиной часа фильма, или если это мелодрама, то там мужики истерят, абсолютно нелогично себя ведут, там они истерят, там они переживают, и, в общем, там страсти корсиканские, мексиканские какие, только нет, то есть нормальная женщина истерящая, там нет мужиков, там есть нормальные истерящие женщины, но это в длинной мелодраме, да, но суть остается одна, что в книгах, что в фильмах, сначала надо пострадать, а потом счастливый конец. Причем на этом счастливом конце все и заканчивается, никто не описывает, как это, как именно-то быть счастливы, как это вот они жили потом 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, как они жили вместе и как именно они были счастливы, да, как правило, хэппи-энд, и все заканчивается, все идут домой, кино закончено, книга закрыта, и мы понимаем, что сначала надо пострадать, и нам описали на многих страницах книги или показали в фильме, как именно надо пострадать, да, но не показали, а что, собственно, после этого страдания делать. Поэтому страдать мы умеем, страдать мы умеем профессионально, женщины вообще профессиональные страдалицы, все из нас. Ну, единственное, если только вы, вам повезло, и вы родились в семье, где мама умела быть счастливой, у кого из вас мама умела и умеет быть счастливой? Есть у меня такие, 51 человек, есть хоть кто-то, у кого мама умела и умеет быть счастливой женщиной? Ну, если да, тогда, нет, я спрашиваю, у кого умеет, тогда вам не ко мне надо, тогда вам надо к вашей маме, потому что на самом деле счастливы мы одни или счастливы мы с мужчиной, счастливы мы или несчастливы, ситуация-то одна. Да, есть еще родительские модели, но это мы на перепрограммирование разбираем, поэтому на этом тренинге родительских моделей не будет. А получается следующее, да, бедненькие мы на самом деле несчастненькие, и в голове у нас куча дерьма, и злые люди всякие, и писатели, и наши родители добрые, нам носовали кучу нежизнеспособных представлений о себе и о том, что происходит между мужчиной и женщиной, и о том, какие должны быть мужчины. Эти нежизнеспособные представления, они в нашей реальности очень, скажем так, не просто жить там мешают, да, они делают нас, реально делают нас несчастными, потому что мы знаем, как должно быть, но этого нет никогда ни у кого, и собственно мы не понимаем, что делать вместо этого. Это самое главное, когда моя мама мне говорит, ну что ты вот делаешь так, так не надо делать, надо делать по-другому. Я задаю конкретный вопрос, а как надо делать? Вот смотри, я делаю так, ты говоришь, что это неправильно. Это у нас было бодание по поводу денег во время, когда я еще мало зарабатывала. Хорошо, я делаю неправильно, я соглашаюсь с тобой, что я делаю неправильно, скажи мне, пожалуйста, как надо правильно? Я не знаю, как надо правильно, но так, как ты делаешь, это неправильно. Привет, но я не могу не делать, поэтому я делаю неправильно. Или дайте мне модель, как делать правильно, и тогда я буду делать правильно, потому что я хочу изменить ситуацию но в данном случае с деньгами в моей ситуации было а с мужчинами это я уже без мамы я уже сама деньгами то еще с мамой а с мужчинами тоже пришлось без мамы и ты ищешь модели которые работают которые работают так чтобы приносили результат нет правильного неправильно которая работает так чтобы приносили тот результат который ты хочешь вот и все и на самом деле можно оставаться жертвой говоришь да я не умею до меня так научили да у меня нет ни одного примера. А вы думаете, у меня есть пример? У меня бабушка дожила до 102 лет, одна, вторая до сих пор живая. Я не видела ни одного деда. У меня мама с папой развелись в 5 лет, они не жили. Потом был отчим. Отчим у меня замечательный был в Царстве Небесное, но очень много пил. Мужчины в окружении, там, где я родилась, я родилась в маленьком городке провинциальном. Мужчины в окружении пили, потом пришли наркотики, и наркотики были дешевле, чем водка, мужчины кололись. В больнице я тоже работая 10 лет в больнице, я не видела счастливых людей, как вы понимаете, счастливые люди в больницу не попадали. И вот эта вся жизнь в страдании до тех пор, пока я не приехала в Москву и не поняла, что оказывается бывает другая жизнь. В Москву я приехала в дичайшей депрессии, я приехала сюда не город покорять, я приехала сюда не в Москве задержаться, я приехала сюда, потому что я поняла, что там, где я нахожусь в 28 лет и с тем положением, да, и с теми перспективами, которые я вижу, ну, мне осталось либо повеситься, либо спиться. Я приехала в Москву 12 лет назад, и вдруг я поняла, что здесь оказывается все по-другому. И вот здесь вот знания психологии, вот здесь вот те знания, умения, навыки, которые уже даны были в университете, они здесь начали прикладываться к реальной действительности. Так вот, не надо думать, что если вы родились в несчастной семье, да, с несчастными женщинами, не сложившейся личной жизнью, если вы сильная женщина, а я очень сильная женщина, понимаете, да, без связи приехать в Москву и за 12 лет, ну, вообще, слава богу, 200 квадратов дом в Подмосковье, мой дом, несмотря на то, что муж, да, и доходы, которые, я даже подумать не могла, что у меня когда-нибудь в жизни будут такие доходы, это не слабая женщина. Я никогда не умела пользоваться своим телом, да, то есть у меня всегда говорили, не умеешь работать головой, будешь работать руками. Это меня запугало, поэтому я всегда работала головой, но телом я пользоваться так, так, кстати сказать, так и не научилась. Удовольствие от мужчин научилось получать уже к 40 годам, а телом пользоваться в своих корыстных целях, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, но не научилась. Поэтому не думайте, что только слабые женщины могут быть счастливыми, жить с мужьями, или что если вы сильная женщина, то вы не в состоянии что-то изменить. На самом деле мы можем все. Просто вопрос в том, что я буду себя ломать и изображать из себя ту самую пушистую кошечку, которую, как я считаю, хочет видеть мой мужчина, да, или я в это поиграю и посмотрю, а я получу на этот результат или нет. Жизнь-то наша игра, да, вот такой вот был у меня спич. Поэтому не надо плакать про то, что у вас не было. Всегда все вовремя. Если вы попали сейчас, сколько бы вам лет не было, если вы сейчас попали на эту информацию, значит, это вовремя. И здесь у меня клиентка была пять лет назад, еще у меня, нет, шесть, шесть, наверное, уже, еще у меня фирма была по подбору персонала, и пришла ко мне женщина, ей было 55, она говорит, ну вот все, я не могу, я хочу развестись с мужем. Мы начали разбирать ее ситуацию, она всегда для мужа была мамой и лидером, то есть она всегда, вот помните, как в той сказке, типа, позиция была, типа, ты Иван-дурак, а я тебя спасаю. Вот она его всегда спасала, а он не был Иваном-дураком, и его такое отношение к нему обижало. Три консультации у нас было. После трех консультаций они пришли вместе с мужем, принесли мне огромную корзину цветов, принесли мне денег в конверте сверх того, что я брала за консультацию, сказали огромное спасибо, сказали, что таких отношений, как вот за последние три недели, буквально прямо с моей первой консультации, у них не было даже тогда, когда они только встречались, только, ну, собственно говоря, вот влюблялись друг в друга, потому что он, оказывается, всегда. Она действительно, она невысокого роста была, хрупкая женщина, но при этом железная сила воли, вот, он всегда считал, что она хрупкая, нежная и маленькая, она никогда не могла в это поиграть. Вот, когда она поиграла, они, в общем, остались оба удовлетворены, кстати сказать, звонит она мне раз в год с отчетом, что, Алена, у нас все хорошо, Алена, мы счастливы, Алена, мы тут купили еще одну квартиру в Москве, Алена, мы тут детей подтащили, Алена, вот тут все, ну, в общем, вот так вот шесть лет раз в год, перед Новым годом она и отзванивается. Поэтому в любом возрасте можно поменять свое отношение к мужчинам и можно поменять отношения с мужчинами. Итак, что же делать? Чтобы одной хорошо было, и с мужчинами было хорошо, чтобы вы могли сказать, дорогой, мне с тобой хорошо, мне без тебя хорошо, я с тобой счастлива, без тебя я тоже счастлива. Если ты примешь решение уйти, то я точно знаю, что на твое место будет как минимум два кандидата, как минимум, да, и я вообще, в принципе, я счастливая женщина и мужчина, у меня каждый следующий мужчина лучше, чем предыдущий. Итак, что же делать? Первое, это повзрослеет. Второе, это избавиться от сказок и иллюзий, которые жить мешают. Третье, это прекратить впихивать невпихуемое, то, что мы очень любим. Мы хотим нежных банкиров, мы хотим нефтяных магнатов, которые будут 24 часа в сутки сюсюкаться с нашими детьми, мы хотим президентов, которые будут о нас заботиться и наше душевное страдание развеивать руками. Мы не думаем о том, что у президента все расписано, в том числе и сэк за женой. Ну и слегка поумнеет, слегка. Не надо быть сильно умной. Вы можете выглядеть дурочками, но вы не можете быть дурами, это плохо заканчивается. Вы остаетесь в плохом состоянии, в печальном. Как сделать? Сделать очень просто. Вы можете пойти по моему пути, перечитать гору книг, сделать там пробы ошибки, тренироваться на окружающих, ходить учиться. Вы можете закончить в факультет психологии, можете заканчивать кучу курсов, получать кучу сертификатов. Рано или поздно количество перерастет в качество, и вы поймете, что делать. Ну, у меня на это ушло 20 лет. Если у вас женщина есть, я не зря спросила, есть ли у вас такая женщина. Если у вас такая женщина есть, забейте на мой тренинг, забейте на меня, идите к ней, падайте в ноги и просите научить вас. Она научит вас. Если вы правильно попросите, она вас научит. Ну, либо начинайте проходить тренинги. Тренинги, которые будут вам немножко поворачивать взгляд по-другому. Не то, что или я циклюсь на достоинствах и сотворяю себе кумира, или я циклюсь на недостатках. А середины нет. Есть либо черное, либо белое. Или он гуляет, и его надо выгнать, или он не гуляет, но тогда зачем он мне нужен такой, который нафиг никому не нужен. Вы можете прийти на тренинг. Информации, как всегда, много, навыков много, но я сразу говорю, что за 4,5 недели я не смогу вам дать все, что вам нужно для дальнейшей жизни. И на самом деле никто не сможет, потому что если вам человек говорит, что я вас научу за 4,5 недели всему, что вам потребуется для дальнейшей жизни, рекомендуйте ему к психушку обратиться. Удочку дам. Будет уже начало, уже будут перемены. Но все сразу, за 4,5 недели, все эти авгиевые конюшни, которые вы годами копили, ну это нереально. Поэтому я здесь и не обещаю, что за 4,5 недели вы будете и швецы, и жнецы, и надуде, и грецы. Навыки надо отрабатывать. По поводу что и как. Сказки, естественно, будут. Что мы сделаем? Мы себя изучим на первом модуле, на втором модуле мы изучим мужчин, что, какие типы, какие, как с каждым типом обращаться. Типологий мужских очень много. Я даю туз, которая работаю сама, которая, собственно говоря, мне очень хорошо помогла, когда я там замуж выходила, когда претендентов отбирала. На третьем модуле мы посмотрим наш хлам по отношениям, что там работает, что не работает, что выкинуть, что оставить, что принести новое. Самое главное, получим схему, как взаимодействовать с собой, когда вас эмоции рвут, и вы ждете, чтобы ваш мужчина ваши эмоции развеял. Он поможет вам, если вы сможете ему грамотно озвучить, например, в чем вам нужна помощь, или от чего вам надо защитить, или еще что-то. Как вам общаться с мужчиной, для того, чтобы, не то что, знаете как, чтобы было комфортно, весело, удобно и интересно. Вот так вот я бы сказала. Ну и наконец, что же делать с отношениями, чтобы эти отношения, когда, ну чтобы отношения были один плюс один, равняется бесконечности. Ну или хотя бы больше одного. Вот. Это, собственно говоря, про тренинг. Про цены есть на сайте. Два раза в неделю, с 21 часа, вторник и четверг. Домашнее задание, запись, занятие получаете. Все практические навыки надо будет отрабатывать. Цена вопроса. 3-2,5 вип цена. И я обещала, Вике она у нас в соцсети ведет, не знаю, здесь, не здесь, но Вика ведет в соцсети, и Вика очень просила в честь майского месяца, да, вот такого майского. Ну говорит, ну дай, пожалуйста, народу скидку, ты народу скидки не даешь. Ну в общем, вот у кого кто соберется, есть возможность со вторника по пятницу, до полуночи оплатить по вип цене. Если не попадаешь, значит прорабатывать в записи. Теперь вопроса. Все. У меня информация вся. Сегодня у нас было занятие на подумать. Пусть мозги запустятся и начнут работать. На всех моих тренингах, даже на энергетических. А випом скидки. Випы и так идут по скидке. Но если вы хотите еще вип скидку оплатить по полный курс, то тогда напишите, я скажу сколько. Запись вебинара, как получить? Так это, Ален, остановите запись, пусть народ заберет запись отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok